Первоуральский музыкант с диагнозом ДЦП покоряет интернет. Павел Поповиченко написал музыку и снял несколько клипов про городские улицы. Наряду с пользователями соцсетей музыку мужчины оценили профессиональные музыканты. Елене Пряхиной слово. Улица Папанинцев. Зеленая аллея, по которой хотя бы раз гулял каждый житель Первоуральска. Для музыканта Павла Поповиченко этот незамысловатый на первый взгляд видеоролик – ценные воспоминания о детстве, которые он выразил в нотах. Как человек пишет картину, он видит и он рисует ее. Также я представляю, что я когда-то гулял по улице Трубников, Папапанинцев, и вот какие-то музыкальные ассоциации приходят, и ты уже выкладываешь это все в музыку. Павел закончил работу над своей новой композицией – прогулки Папапанинцев. Это одна из десяти входящих в автобиографический видеоальбом музыканта. Каждый трек посвящен какому-то месту, которое осталось в памяти у Павла из детства, из жизни в СССР. Музыканту еще в детстве поставили диагноз ДЦП. Передвигается он с помощью коляски, но на свой недуг музыкант не обращает внимания. С детства мечтал заниматься музыкой, но его мечты воплотились в жизнь лишь в 2002 году с приобретением компьютера. Его творчество уже успели оценить первоуральские коллеги. Артур Бушманов – композитор и участник известных первоуральских групп «Лунапарк» и «Урфинджус», познакомился с Павлом 15 лет назад. За это время он заметил творческий рост музыканта. С профессиональной точки зрения Паша, конечно, вырос за последние годы и очень вырос. Ну и техника поднялась, и чувствуется, что он много слушает электронной музыки. В общем, он растет, и вот это и радует. Специально для этого проекта Павел создал группу в соцсетях. Каждый клип набирает просмотры и положительные отзывы. Нескончаемая меланхолия. Спасибо за музыку. Восхитительно! Такие воспоминания наплыли о детстве. Молодец! Браво, Паша! Слушал дня три, аж до слез прошибает. Эх, было круто в СССР. Спасибо тебе, друган, за ностальгию, воспоминания о детстве. Этот трек передал все эти чувства на 101%. Пока в новом альбоме музыканта четыре композиции. В ближайшем времени он пополнится еще шестью музыкальными воспоминаниями детства. Одно из них про столицу Чечни – Грозный, где Павел родился. Елена Пряхина, Александр Захаров, Руслан Гаскаров. Новости Первоуральск.